В этом методе работа всегда должна быть красивой. Работаю, собственно говоря, одним колером и одной кистью. Работаю по всей поверхности. Убираю то, что мешает глазу. Вот и вся премудрость там. При таком ведении работы, как правило, не бывает вот этих вот мест таких, которые делаешь и которые тебе не нравятся, они тебе долго не нравятся. Если я сейчас вот на свету, скажем, вот так вот углублюсь где-то, начну убирать все, что вижу досконально, да, не трогая полутон, у меня тут же нарушится вот эта вот воздушная перспектива. Вот этого вот еще делать не надо. Ни в коем случае. Важно сказать, что вот когда ведем работу, надо всегда смотреть, охватывать ее всю, чтобы мы работали с вами не там, вот где нам нравится, да, вот у нас там что-то пошло, вот какой-то, и мы туда раз вот так вот с головой и проработали, проработали, а получается потом смотрим, а оно у нас раз и вылазит, или наоборот провалилось, да, всегда мы ее ведем по всей поверхности, всегда мы должны отходить, смотреть и убирать в первую очередь те вот эти вот помехи для глаза, которые нам мешают, а они сразу вот бросаются в глаза, именно эти помехи, да, которые нас на данном этапе мешают. По мере ведения работы они у нас будут появляться все новые и новые. Чем тоньше будет становиться работа, тем эти помехи будут становиться все меньше, незаметнее. И вот так вот постепенно мы, улучшая изображение, будем добиваться вот этого результата, к которому мы все стремимся. Вот видите, я как-то автоматически это все делаю, вот эти вот места, которые мешают, да, просто глаз видит, рука делает, вот я хочу, чтобы вы тоже вот это начали видеть, и вам стала ваша работа в удовольствие, потому что вот при таком ведении работы, и, как правило, не бывает вот этих вот мест таких, да, которые делаешь и которые вот они тебе не нравятся, они тебе долго не нравятся, пока ты там с ними будешь делать еще там что-то, как-то их улучшать, что-то прорабатывать. Как здесь, в этом методе работа всегда должна быть красива. Мы здесь сразу немножко над цветом поработали, и сразу вот у нас полутончик начинает проситься, вот он сразу начинает тоже проситься. Поэтому я и говорю, что работу вести легко здесь. Все видно невооруженным глазом, но надо и вести ее правильно, изначально вести работу правильно. Тогда все будет на своих местах. Работаю вот, собственно говоря, одним колером и одной кистью. Работаю по всей поверхности. Убираю то, что мешает глазу. Вот и вся премудрость-то. Как я уже говорил, не надо увлекаться. Здесь вот сейчас могу я и в полутончике, я вот вижу, там уже это, сделать сейчас его более тонким. Мне сейчас надо убирать самые вот эти вот явные помехи, вот эти вот, да, выравнивать все изображение на этом этапе вот до этого уровня. А потом я пойду дальше. Если я упрусь куда-то в какое-то место, чтобы там все вот на данном этапе это сделать досконально, это будет ошибка, у меня нарушится вот это вот пространство, я его прорву где-то, да, и мне потом придется уже вести работу как бы наугад. Поэтому мы ведем ее по всей поверхности, и чтобы одной силой было у нас, да, скажем, свет, он у нас всегда работал с полутоном. Полутон всегда с тенью. Если я сейчас вот на свету, скажем, вот так вот углублюсь где-то, начну убирать все, что вижу досконально, да, не трогая полутон, у меня тут же нарушится вот это вот так называемое, это наше, не так называемое, так и есть и существующая воздушная перспектива. Вот этого вот еще делать не надо, ни в коем случае. Если мы работаем по всей поверхности, смотрим всегда все произведение и убираем те помехи, которые больше лезут, вот они явные, тогда мы будем идти правильным путем. У нас не будет вот этих вот прорывов, или там провалов, или вылезать наоборот, что-то сильно будет. Вот этого нам надо и избегать. Я не зря вам об этом говорю, потому что это на самом деле так. И я сам, когда начинал работать, вот этим грешил очень сильно. И это очень тормозит работу. Надо делать не то, что хочется, да, а оно вот хочется. Раз, оно пошло, пошло, и вот хочется его сразу сделать так, чтобы там она стала идеальная, да. Надо правильно вести работу. А то так на каждом этапе можно себя загонять в угол и потом пытаться оттуда выйти. А это очень сложно, когда вы углубились настолько, что там только второй или третий этап вы должны будете проработать до такой степени, да. А вы на каком-то месте, вот на первом этапе взяли и ее проработали. Это ошибка будет, это будет проблема. Так что не увлекайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok